Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков и в данном видео мы рассмотрим ответы Дэвида на следующие вопросы, которые ему задавались во время онлайн конференций. В чем принципиальное различие между Гамильтоном и Бенджамином? В одном из интервью вы сказали, что управляли счетом, который утраивали на протяжении 16 лет. При этом прибыль капитализировалась? Имеют ли роботы Бенджамин или Гамильтон отношение к данной торговле? Как юридически регулируется деятельность компании в США? Что можно сказать о защищенности программного обеспечения? И планируется ли открыть поддержку на русском языке? Итак, первый вопрос. В чем принципиальное различие между Гамильтоном и Бенджамином? Бенджамин это настоящий искусственный интеллект, наш флагманский продукт, который отлично себя показал на счетах наших клиентов. За 8 месяцев тестирования у них никогда не было потерь, благодаря встроенной функции хеджирования. А Гамильтон это алгоритмический робот, который создан для людей, имеющих только 500 долларов, чтобы начать получать прибыль. Мы создали наших роботов для обычных людей, которые даже с небольшой суммой могут начать зарабатывать на самом крупном рынке в мире, на Форексе, оборот которого составляет 5 триллионов долларов в сутки. После серьезных событий на рынке в прошлую пятницу, я настроил так, чтобы искусственный интеллект контролировал Гамильтона тоже. Множество Гамильтонов запущено на виртуальном частном сервере, и они дают колоссальную нагрузку на оборудование. Это алгоритмический трейдер, но сам он искусственным интеллектом не является. В одном из интервью вы сказали, что управляли счетом, который вы утраивали каждый месяц на протяжении 16 лет. При этом прибыль капитализировалась? Нет. Каждый месяц я начинал с суммы в 25 тысяч долларов. Благодаря торговле за месяц я увеличивал счет до 75-80 тысяч долларов. На счету оставляли 25 тысяч долларов для следующего месяца, а прибыль выводили. Это я делал на бирже North American Derivative Exchange, или сокращенно NADIX. Роботы Бенджамин или Гамильтон имеют отношение к данной торговле? Когда вы выпускаете робота для использования на широкой публике, приходится быть более консервативным. Когда торгуешь вручную, всегда есть возможность быстро среагировать на изменения рынка, поменять какие-то параметры трейдинга. Программное же обеспечение робот следует заданному алгоритму. Бенджамин уже на протяжении 8 месяцев торгует без потерь. В принципе, если человек является опытным трейдером, он может, например, поменять у Бенджамина настройку Person Change на 30-40 и размер лота на 0,2 или 0,5 на 1000. И, возможно, получится также утроить свой аккаунт за месяц, но при этом трейдер берет на себя больший риск. В принципе, Бенджамин торгует по той же стратегии, по которой я торговал вручную. Общие вопросы. Как юридически регулируется деятельность компании в США? Мы наняли юридическую фирму Wellman & Warren, которая позаботилась о том, чтобы наше программное обеспечение на 100% соответствовало требованиям контролирующей организации SFTC. Что можно сказать о защищенности программного обеспечения? Оно находится на отдельном защищенном сервере, и мы обеспечили все необходимые меры безопасности. Можно ли где-то найти обучение по использованию программного обеспечения? Да, на сайте silverstarlifesoftware.com есть раздел «Тренинг», то есть «Обучение», и вы можете найти инструкции по использованию программ на английском. Ну, представители русской команды сделали уже достаточно много обучающих видео на русском языке. Планируется ли открыть поддержку на русском языке? На данный момент у нас есть клиенты из 71 страны, и осуществляется поддержка на 5 языках. Русскоязычной поддержки пока еще нет, но если будет достаточно русскоязычных партнеров, то со временем можем организовать поддержку и на русском. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.